В Киеве плохая, некачественная, не питьевая вода. Мы все платим по нашим платежкам по тарифу за чистую питьевую воду. По факту, это техническая вода, которую не то что пить нельзя, иногда и опасно мыться. Соответственно, мы говорим о том, что есть три этапа подачи чистой воды в дом. Первый этап это очистка воды на Киеводоканале в городе Киеве. Второй этап это водогон от Киева водоканала до нашего дома. И третий этап это уже ответственность ЖЭКа, это от дома до нашего крана. И вот нужно разделить ответственность, прежде всего, от очистки, управления трубами водогона и ЖЭКом по подаче воды в наши краны. Второе, нужно на самом первом этапе самое главное сделать качественную очистку воды. Сегодня в Киеве по старой советской системе вода очищается хлором. Хлор, он очень опасный для организма. То есть при первичной очистке воды происходит выделение канцерогенов и хлороформы. И это то, что очень негативно влияет на наши кости и создает целый пакет разных заболеваний, включая онкологические. От внутриутробного периода и до самой глубокой старости. Поэтому мы говорим о том, что очистку нужно менять. Хлор нужно заменить на гипохлорид натрия. Для этого мы сейчас ведем очень активную работу к тому, чтобы в новом году, в 2015-м у нас был новый САНПИН, новые санитарные нормы, которые будут по 74 компонентам оценивать воду и которые не позволят в очистке воды использовать хлор. Это должен быть минимум гипохлорид натрия. Дальше это надо разделить ответственность между Киеводоканалом, городом и ЖЭКом. И третье, очень важно, мы выступаем за то, чтобы в городе было минимум 10 по одной на каждый район независимых лабораторий по регулярной оценке качества воды. Вот с чем мы идем, что мы хотим вместе с киевлянами обеспечить для нас, для нашего здоровья в нашем городе. Когда нам говорят о том, что денег нет, то этому нельзя верить, потому что деньги все равно есть. Другой вопрос, как эти деньги используются? Все мы. Мы должны контролировать, каким образом эти деньги используются для предоставления услуг киевлян. Деньги первое есть в бюджете, второе, при наличии этих денег можно брать кредиты в международных финансовых организациях. И третье, при правильной тарифной системе, инвестиционной составляющей в тарифе на воду, можно привлекать дополнительных инвесторов для обеспечения качественной реконструкции всей системы подачи воды в дом. Я даже сегодня услышал очень трезвую мысль о том, что да, за это надо быть готовыми платить. Если будет тариф повышаться, но этот тариф будет повышен для обеспечения более качественной подачи воды в наш дом, то тогда люди готовы платить больше по тарифу. Если будет качество воды подаваться на уровне хотя бы бюджетной воды, я думаю, что 99% людей дадут сгоду платить больше. С другой стороны, есть люди, которые сомневаются о том, что даже при повышении тарифа можно принципиально повысить качество потребляемой воды. Люди разочарованы и уже никому не верят. Но это не должно восстанавливать. То есть есть четкая позиция, что вода должна быть чистой, к этому надо идти. Если мы обеспечим создание в городе независимых лабораторий по оценке качества воды, то и эти люди поймут, что услуга улучшается, качество питьевой воды повышается, и за это также стоит платить. По крайней мере, это будет дешевле, чем платить за лекарства в результате разных заболеваний. Когда у нас была артизианская вода, то другой не надо было нам. А сейчас, как бы ни было, а там чайник не можно отмыть, одна ржавчина. Если мне добавлять пенсию, то я буду за все платить. А своей пенсией за воду мне так дорого. У людей есть представление, что в бюветах вода более качественная, ее можно пить. Ну, люди знают, что там, по крайней мере, нету хлора. Но проблема с бюветами в том, что там может быть много бактерий, о которых мы не знаем, и которые очень плохо влияют на организм, и металлов, в том числе железа. Поэтому важно, чтобы у нас лаборатории, которые должны быть в каждом районе по оценке воды, они оценивали не только качество воды в наших кранах, домах, но также в бюветах. На регулярной основе нужно изучать бактериологическое состояние и химическое состояние воды и понимать, какую воду мы потребляем из бюветов. Поэтому сегодня мы сделали независимый анализ из лаборатории Белой Церкви, Белоцерковского водоканала. Через несколько дней мы получим результаты этого анализа, мы поймем, какую воду мы здесь с людьми пьем в этом бювете. Редактор субтитров А.Семкин